Совершенно здравствуйте! Кто, как не мы, осветит для вас это прекрасное событие, в котором действительно темно и свет — это то, что здесь нужно. Давайте сначала посмотрим, что первым видят люди, которые приходят на Air Meetup 2015. Достопримечательность нашей компании. Артём? Я всегда молчу. Аня? Здрасте. Алёна? Здрасте. Инна? Здрасте. На самом деле я хвастаюсь, потому что я редко знаю все женские имена, а это тот самый случай. Здравствуйте! Привет всем с Одессы, от студии гонщиков с Одессы, Андреа 34 и мой как бы партнер, он же Гоа, он же мой отец. Давайте поиграем в игру. Вы назовете мне улицу, я угадаю, в каком районе Одессы она находится? Маршала Жукова. Таирова? Совершенно верно. Вот так-то. Я на самом деле одессит, вот и весь мой секрет. Что снимаете, рассказываете? Гонки, путешествия, животные, ну всё-всё-всё абсолютно. Всё то, что нельзя пропустить на канале? Андреа 34 М5. Я хочу вас призвать сочинить небольшое стихотворение, вот просто продолжить. Air Meetup, Air Meetup. Заходите на канал Андреа 34 М5. Супер! Жму вам руку. Здравствуйте. Вы тут у нас люди в чёрном, можно вас, пожалуйста? Люди в самом чёрном, потому что Air это фишка людей в чёрном, она их продвигает, делает их ещё чернее, ещё продвигабельнее и кликабельнее. Вы сами харьковчаны? Совершенно верно. Видно по лицу? Да. Просто Рома телепат. Вы этого не знали, но это факт. Это как телепорт, только совершенно другая вещь. Хорошо. Где ещё пошутить? Где пошутить, как говорится? Здравствуйте. Здравствуйте и вы. Сейчас перед вами здешний мистер Хайзенберг. Человек, который номинирован на Нобелевскую премию по химии. Это правда? Нет. Но планируете? Конечно же. Но как получите? Вы это про родную партнёрку не забывайте. Конечно же нет, потому что партнёрка Air это партнёрская медиасеть для Ютуба номер один в моей душе и на моём канале, конечно же. Их очень много каналов и мы всем помогаем. Хорошие сотрудники. Отличный ведущий Рома Олесюк. Вот как славно поёшь. Может и в певцы пойдёшь, а не в химики. Я могу спеть Михаила Круга. А, да, давайте. Аккорд. Еле струны дрожат на гитаре. Молчим. Фортепиано оборвана флейта. Здравствуйте. Здрасте. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Андрей Евгеньевич Немодруг. Я из канала ND Production. Прямо-таки из канала? Да, прямо вылез. Как вас оттуда достали? С Кесарева? Нет, Air достал. Прямо с Одессы, в Киев. Я вот слышал, ходят слухи, после того, как вы присоединились к Air, ваш канал вырос вдвое, а то и втрое. Ну, на самом деле, я не знаю, с чем это связано, но мой канал... С Air? Ну, нет, это 100%. С Air? Где-то за 4-5 месяцев он вырос где-то в 2,5 раза. И знаете, что самое приятное в этом всём? Э-И-Р. Нет, то, что Андрей, мой реферал. И я зарабатываю на нём деньги. Вы песнь. Мне сами собой наиграли о том, что я раньше не знал, вас жалею. Секунду, в чём. Вы дождь, промолчивший бродягу до нитки. Скажите, пожалуйста, почему вы показываете свой пресс на планшете, а не там, где он обычно? Пресс, пресс. Я не 360, я 420 и 180. Представьтесь, пожалуйста. Очень жалко, что у вас только один рот. Меня зовут Богдан Кутепов, я из Громадский ТВ. Громадский ТВ. Очень приятно. У вас в прошлый раз с Айрмитаба было классное интервью. Да, у нас был классный репортаж, его делал Никита Микензи, в этом году его нет. Он уволился и перешёл на эспрессо. Нет, это шутка. И очень прикольно, здесь много интерактивных всяких штук. Много ребят, которые, ну, их создают, которые потребляют их потом в итоге. И важные люди, которые, ну, вот, ты слушаешь... Мы с вами. Да, да, слушаешь человека с гугла, понимаешь, ну, мы с вами всё-таки важнее, да. Вопрос следующий. Лучше ли это мероприятие прошлого? Ну, оно другое. Оно, я, просто, меня нельзя показывать лицо. Я должен разочаровать, до этого 5 минут мы снимали. В лучшую сторону отличается или в худшую? Только так, по-честному. Ну, оно богаче, то было более такое домашнее, это такое холодное, такое хай-тек. Ну, это тоже прикольно. Таких мероприятий немногие люди делают в Киеве качественно. Хорошо. На этот раз ждать репортажа? На этот раз, на этот раз я решил сделать на программу, которая снимает автоматический таймлапс, а потом использовать в эдиторе, который автоматически видео делает сам под музыку, всё. Немножко подкорректировать её потом. И вы увидите полностью роботизированный репортаж. Я предлагаю этот момент залить под названием Громатский ТВ. Обленились. Вы солнце, которое тут же согреет. Струна у Паганини на скрипке. Вы мёд, от которого быстро пинеет. В городском саду падал снег. Небольшой лайфхак, как можно ознакомиться с девушками на Эйрмитапе. Я так понимаю, вы бьюти? Нет. Но вы как минимум бьютифл. Спасибо большое. И вам спасибо. И вам тоже. Меня зовут Рома. Света. Мне как никогда приятно. Я по снегу к тебе иду. Спасибо, Олег. Как под музыку падал снег. Здравствуйте. Как вообще обстоят дела? Как? Нравится? Нравится. Очень нравится. Всё супер, классно, задорно, весело, интересно. Не знаю больше эпитета. И так скажем, сбалансирован. Очень сбалансированно. Научили, подняли, поставили, всё сделали. Прямо как и каналы, которые подключены к партнёрской сети Эйр. В городском саду, как под музыку падал снег. В городском саду. Спасибо, Олег. Это было великолепно. Какой канал у вас? У меня ровное место называется канал. Мы снимаем там разные прикольные видео, но не летсплеи. Хотя казалось бы. В смысле? Казалось бы, да. Зачем снимать не летсплей? То есть, иными словами, бедуете? В смысле, бедуем. Так вот, говорят, что вы давний партнёр Эйр. Ну, врут. То есть, иными словами, вы никак не сможете это подтвердить? Вообще никаким образом. Я даже не знаю, что такое Эйр. Я знаю, что это воздух по-английски, больше ничего. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Меня зовут Кус Александр. Канал Люди Будущего. Что там из будущего в вашем канале? Из будущего. Люди Будущего – это люди, которые живут здоровой жизнью, принимают решения, берут ответственность на себя. Они смотрят новости и так далее. Развиваются. Не смотрят новости? Нет. Нет. Не смотрят новости, не смотрят телек, не слушают радио. Читают книжки, работают над собой. То есть, на ваш взгляд, под новостями, как под пачками сигарет должно писаться, что это вбывает? Нет. Новости я бы назвал хроникой чрезвычайных происшествий. То есть, это не новость, это отстой, это депрессняк. А что по-настоящему новости в вашем понимании? Смотрите, Лара Крофт. Это новость? Посмотри, посмотри, посмотри. Лара Крофт. Ну, в данном случае, да, это новость. Мне кажется, для ребят это новость, потому что тут не Комикон. Ну, да, да, да. То есть, мы не были готовы к персонажам из Мортал Комбата, к Ларе Крофт и так далее. Ну, почему? В принципе, вы-то с вашей кепкой можете сойти за страйкера из Мортал Комбата. Ну, спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте. Привет. Представьтесь, пожалуйста. Я Таня Крофт. Я обладаю немножко другой информацией. Лара Крофт. Ну, меня просто на самом деле Таня зовут. То есть, все это время, с детства, я называл свою любимую персонажа неправильно? Ну, ладно, ладно. Ты меня раскусил. Все-таки Лара? Да. Видишь как? Это был пикап-прием, называющийся «Хочешь, я угадаю, как тебя зовут?» Спасибо, Лара. Мужской рукопожей, я ничего не могу. Многие называют Мортал Комбат женской игрой. На самом деле, Мортал Комбат женская игра, насколько видите, тут очень накачанные мужчины занимаются тем, что друг друга избивают, то есть все, что любят женщины. Женщина думает, что эта игра за меня, да. Поэтому мой мужик будет биться с другим мужиком. Вот что означает видеоблогер. Я задал ему один вопрос, а он уже полчаса разглагольствует по поводу всякой чепухи. Ты еще забыл сказать, что в ней очень много каналов и мы всем помогаем. Хорошие сотрудники, отличный ведущий. Куда это попадет? Никто же меня не опозорит там на миллион просмотров, потому что в школе будут смотреть, говорить, что я типа зэк или что-то такое.